Всем привет! Вы на канале Максима Тимохина. Сегодня у меня телефон Huawei P30, заблокированный на Google аккаунте. На данном телефоне стоит последняя прошивка 1100, для того, чтобы проверить версию прошивки. Видимо, что подтверждение аккаунта дали, но никак не нажать. Выключаем телефон. На выключенном телефоне зажимаем кнопку громкости вниз и подключаем телефон к компьютеру. То есть нам нужно попасть в режим Fast Boot. Ждем некоторое время. Переходим в режим Fast Boot. Запускаем. Скачиваем по ссылке в описании программка Multitool for Huawei. Запускаем. Если требует обновления, обновляем ее. Также выскочит окошко, будет кнопка настройка. Нажимаем ее, появляется кнопочка установка драйверов. Устанавливаем драйвера. Нажимаем здесь кнопочку заполнить. Видим модель LL29. Прошивка 1100, 163, регион C10, Россия. Бесплатных методов разблокировки, к сожалению, нет. Если только у вас нет программатора MRT Dongle, либо Sigma Key, то с помощью них, в принципе, можно. Могу сделать это и удаленно. Нам понадобится снимать заднюю крышку. В данном случае это делать не буду, так как крышка треснута, и клиент отказался снимать заднюю крышку. Поэтому решили разблокировать кодом разблокировки. Код я уже получил. От вас понадобится серийный номер устройства. То есть также можете узнать его здесь, в мультитуле. То есть Serial N. И переписывайте мне сюда большими латинскими буквами вот этот серийный номер. Ну, соответственно, с цифрами. Дальше, что нам понадобится. Значит, скачиваем также по ссылке в описании архив с программой для разблокировки. Архив H10 называется. Также там будут драйвера. Но драйвера также можно установить через мультитул. Драйвера стандартные, если что, здесь тоже есть. Ну и Redmi файл с разными там рода ошибками и пояснениями. Вдруг какие-то вопросы возникнут. Нужен обязательно качественный USB кабель для разблокировки. Значит, запускаем программу. Программу для разблокировки FRP. Тут она называется Fastboot и ResiTool. Также здесь можем узнать серийный номер. Допустим, вводим любой символ и нажимаем FRP Unlock. Также здесь вот появляется серийный номер. Выделяем его и копируем с помощью комбинации клавиш Ctrl-C. И Ctrl-V вставляем куда-нибудь мне там, ну, WhatsApp, либо текстовый документ. И присылайте мне текстовый документ с этим серийным номером. Номер мой также будет в описании для заказа кода разблокировки. Стираем цифру. Ну, любую цифру, которую выводили. Открываем блокнот с серийным номером. Вот, собственно, серийный номер. И уже готовый код разблокировки. У каждого, для каждого Honor Huawei свой код разблокировки. Коды, они, кстати, постоянные. То есть, если вы там еще 10 раз заблокируете свой телефон, то именно этим же кодом можете снова его хоть тысячу раз разблокировать. Вставляем его сюда. И, кстати, это не работает для Huawei ID. Потому что многие пытаются заказывать. Прежде чем заказать, кстати, лучше пришлите фото экрана блокировки, потому что многие не разбираются. Если там блокировка по Huawei ID, то этот код не поможет. В данном случае нужно будет с Huawei ID только... Ну, разблокировка возможна только через тест-поинт. Соответственно, удаленная разблокировка через проброс порта с программатором на ваш компьютер. Соответственно, тоже понадобится... Нажимаем, кстати, вот FRP Unlock. То есть, переходим уже к разблокировке телефона. Такой еще нюанс. Если телефон некоторое время спустя не перезагрузится автоматически, значит, нужно перезайти в режим Fast Boot. Потому что если он находится долго в режиме Fast Boot, то он автоматически может не перезагрузиться. Это уже замечено не раз. И вот, видимо, в данном случае такая же история. Нажимаем кнопку Reboot. Но Fast Boot Device почему-то он пишет. Сейчас проверим диспетчер устройств. Правой кнопкой мыши. По меню пуск, диспетчер устройств. Ну, вот, перезагрузка прошла. Видимо, из-за того, что он долго стоял. Сейчас посмотрим. Так, почему-то да, он у нас не определился. Здесь как Android USB интерфейс должен появиться. Сейчас проверим еще раз. А, вот, все правильно, все. Factory Rest is Low Level. Видимо, надо было еще немножко подождать. Ну, в общем, если не получается с первого раза, то попробуйте перезайти в Fast Boot. Режимы по новой ввести код. Либо нажать кнопочку Reboot. Вот здесь вот. Ждем загрузки. По идее, все должно получиться. Если надписи Factory Rest at Low Level не было, значит, не получилось. Поэтому либо меняйте кабель, либо пробуйте и повторить несколько раз. или поменять USB порт. Ну, и сейчас просто ждем. Вот через такой вот программатор MRT-Key. Он у меня даже на заставке есть. в шапке канала. Ну, есть несколько видео по использованию кода. Кстати, работает и на 11-м Emotion UI. На 10.1. 10.0. Через MRT возможно только тоже снять Google аккаунт. Если у вас уже Huawei ID идет, то это через программатор SigmaKey. Кстати, если хотите заказать данные программаторы, то опять же ссылки на них будут в описании. На проверенных продавцов. Сам заказывал там MRT-Key. Там есть и отзывы. Соответственно, по данным программаторам. Видимо, отходит провод, поэтому была ошибка, да. Или с самим USB портом что-то. В принципе, можем уже отсоединить телефон от компьютера. Ну, и дожидаемся полной загрузки телефона. Так же есть услуги по восстановлению кирпичей. Если вдруг прошили не своей прошивкой, не своим регионом, и появляется экран с ошибкой, то тоже можно восстановить удаленно. Так же можете заказывать там, если не нашли ни одного способа по разблокировке Google аккаунта на Samsung, да и вообще на многих других телефонах. Те же Mi аккаунты на Xiaomi. Список полных услуг, кстати, будет тоже в описании. Либо будет ссылка на Яндекс.Диск с текстовым документом, где будет описание всех услуг. Ну, либо если поместится, то целиком все в описании. Ну, либо в прикрепленном комментарии оставлю. Вот, после использования кода, да, телефон загружается, как будто после перепрошивки. Так, не знаю, хватит ли мне места записать видео до конца. Ну, либо придется делать склейку. Надеюсь, хватит места. Так, вот телефон загрузился. Начать. Далее, принимаю. Далее, пропустить. Настроить как новое устройство. Это уже говорит о том, что он разблокирован. Нажимаем пропустить. То есть к Wi-Fi подключаться уже не обязательно. Пропустить. Он уже не будет требовать запрашивать аккаунт. Принять. Далее. Так, здесь у нас что? Еще. Пропустить. Нет. Позже, 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 позже. Обновить ручную. Не включать. И сейчас он у нас должен так попробовать жесты. Закрываем. Готово. Все. Телефон полностью разблокирован. Аккаунт сброшен. То есть полностью отвязан. Старый аккаунт, который был до этого. И пин-код тоже. Если стоял там графический ключ. Зайдем в пользователь аккаунта. Видим, что аккаунта никакого нету. Назад. Вот телефоне. Huawei P30. Телефон. Л29. 1100. 163. Патч безопасности. Вот. 1 мая 2021 года. Кстати, коды работают независимо от версии прошивки. Они работают всегда. Это заводские коды разблокировки. В общем, если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть такая необходимость, то заказывайте коды. Кстати, и гарантии на все это есть. И также по ссылке в описании и в комментариях оставлю ссылки на гарантии. То есть реальные переписки с клиентами, переписки на Авито, отзывы, собственно, на ФОПа, да, я также есть, на всем известном. Там тоже есть отзывы. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Всем пока!